Что называется в биологии популяции? Ребята, вот без этого в этой революции не разберется. Если не будете понимать, что такое популяция. Одно из важнейших понятий для того, чтобы разобраться с кем, как это говорится. Хорошо? Это крупная группа родного вида, которая живет на одной территории и? И ареат. И ареала 3 территории. И размножается при уровне седания 3-го ареала. Вот, ребят, сейчас посмотрим, почему это объявление настолько важно. Скажите, пожалуйста, мутация это явление массовое или индивидуальное? Индивидуальное. Индивидуальное. Если у кого-то произошла одна мутация, то это скорее значит, что для остальных соседей вероятность встретить такую мутацию, чтобы она у них возникла. События независимая. Смотрим. Обитает у нас несколько популяций. Раз, два. Ну, я не знаю, бороги, мыши, кролики, смус-мурики. Не важно. Важно, что в этих местах для них нет сходящих условий. Ну, я не знаю, как горы или, наоборот, океаны или железные дороги, которые здесь положили. Короче, вот так вот не особо-то пройдешь. Допустим, у одного из членов этой популяции происходит мутация А. Через несколько поколений. Прошло несколько поколений. Где мутация на пупице? Возьмите. Понятно, кто это в популяции? Да. А будут ли насилие этой мутации 10-10? Нет. Нет, не будет. А с какой вероятностью та же самая мутация может произойти здесь? Очень легко. С очень легко. С очень легко. Значит, что вообще здесь мутация не происходит. Нет, нет. Появить, появить. Здесь происходит мутация, допустим, типа 1 и муская. Это понятно? С какой вероятностью в ряде поколений она расчевивается в этой группе или вот в этой? Вероятности одинаковые. Нет, последовательно. Да нет, вот здесь будут носители этой мутации, они же умножаются в другую. А вот сюда ходить, по-моему, надо. Хорошо. А с какой вероятностью в третьей популяции будет мутация либо А большое, либо 1 и муская? Очень низкая вероятность. Но мутация здесь происходит. Допустим, здесь произошла мутация типа 1 арабская. Ну и что, на этом процессе закончится? Нет. Да нет? Да, не всегда. Дальше. Дальше в этой популяции произойдет следующая мутация, допустим, типа B. А в этой популяции следующая мутация типа 2 арабская. А в этой популяции следующая мутация типа 2 арабская. Ребят, с обременем, посмотри, что начинается. Будут разные слои. Конечно, конечно. Начинают накатливаться наследственные различия между этими группами. То есть, на самом деле, эволюционный процесс, процесс изменения вида, идет как раз в рамках определенных популяций. Не просто в общем киселе. А вот когда у вас группа, поделена некоторыми границами, значит, это что вообще есть плавный затвер для перехода от суда в суда. Да нет, на практике это бывает достаточно редко. Может быть, даже переходы и есть. Но все равно, в каких группах останутся самые высокие алилийные частоты определенных мутаций? Вот это просто исходя из определения популяции. Размножаются в основном здесь вот так. А это значит, что потомство передается именно этот набор, а не вот этот. Этот набор сюда, низкие попадают с огромным трудом. Частота вы встречаетесь очень маленькой. Минимальная единица, которая вообще способна эволюционировать. Скажите, элементарная частица может ли проявить химические свойства? Ну, нет. Элементарная частица? Нет. Нет, неподходящий масштаб. Ну, правда, есть одно исключение. У протона. Протон – это единичная элементарная частица. А вот нужно ли выделить химические свойства протона? Подъем. Мы должны, в общем-то, взять и собрать не только комплект из элементарной частицы, назвать его атомом. А вот у атома уже был химический свой. Еще как? Еще как. То есть определенные свойства начинают проявляться, начиная с определенного уровня сложности системы. Ну, вот на примере для вас может быть более понятно. Скажите, пожалуйста, какая длина тормозного пути у свечи, стоящей в моторе, порт-копус? Почему равна длина тормозного пути у свечи зажигания, стоящей в моторе, порт-копус? Вообще ничему. Ничему нет такой характеристики. Хорошо. Чему равна длина тормозного пути у целого собранного порт-копуса? Такое число. А там дальше будет зависеть от чего? От скорости, от типа покрытия, от погодного условия и так далее. То есть у целой машины такая характеристика появилась? Появилась. А у ее деталек? Нет. А у ее деталек не было такой характеристики. Пройден системный уровень, начиная с которого появляются определенные характеристики. Ниже этого уровня они просто отсутствуют. Скажите, пожалуйста, одна единичная осень. Вот берем единичного, я не знаю, Крюнгеля. Он эволюционирует может? Нет. У него нет такого свойства вообще. В рамках какой группировки впервые проверяется способность к эволюционным изменениям. То есть к накапливанию изменений с поколения в поколение. Что является минимальной единицей эволюции? Моцией. Именно популяции. Именно здесь из поколения в поколение передаются в эти границы определенные наборы наследственных признаков. Именно здесь возникают случайные изменения, которые задовольны. Именно здесь будут проходить события отборы. Это же представление о популяциях, где в революции имеет важнейшие значения. Хорошо, забравим. Ну, теперь посмотрим, а какими законами описывается жизнь внутри популяции. Когда у вас будет физика в школе, вы будете изучать самые разные модели. Допустим, модель идеального газа. Или модель абсолютно черного тела. Скажите, пожалуйста, а что природа вокруг нас? Идеальный газ встречается? Не знаю, что ли. Нет. А идеальный газ – это такая модель. Составляющие единицы ведут себя как абсолютно в грубитер. Могут только отталкиваться друг от друга. Ни один реальный газ так себя не ведет. Абсолютно черное тело. Это тело, которое поглощает полностью без остатка все излучение. Вообще ничего не отражает. Хорошо. В наших условиях реально такие объекты существуют. Нет. Ну, а зачем же физика создает модели, не существующие хордества? Ну, и в том, что мы можем добавлять просто врубленные. Именно так. Создавая идеальную модель, можно затем вносить в нее поправочные коэффициенты и без длинного и иногда очень сложного исследования сразу получать готовые прикидочные данные. Такой модель, описывающая события в популяции, будет как раз модель Харди-Вайнера. Но работает она не с реальной популяцией, а с идеальной популяцией. Вот такая идеальная популяция называется паномексическая. Давайте разбираться как условия, как очень многие научные термины, термин поговорящий. Про такого греческого бога, пана, слышали? Да, он не бог, а кто? Извините. Он не олимпиец, он не входил в состав олимпийской популяции. Ну, он, несомненно, мог. Но это сын Гернесова. Да, 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 сын Гернесова абсолютно. Правда? Я, одно из них. Действительно. Переведите его им на русский язык. Этот корень в очень многих словах. Паника. Ну, паника, это да, есть такое русское понятие. Да, да, да. Это верно. А кроме этого? Страх. Страх. Пан, всеобщий. Пан, всеобщий. Всеобщий. Нет. Просто всеобщий, принадлежащий всех. Грубо говоря, всех. Всеобъемлющий. Пан. Ну, допустим, есть такая теория явления на планетах жизни и способств. Ну, на самом деле, некоторые квасбиологические объекты, вирусы, в первую очередь, вполне могут выдержать условия межзвездного и межпланетного пространства. Так, если предположить себе, допустим, кусок метеоритного вещества, который несет эти вирусы, и он куда-то летит. Да? То, с не нулевой вероятностью, попадая на некоторую планету, этот метеорит будет являться транспортером, который закидывает эту структуру на другую планету. Вот такая теория будет называться, теория, точнее, гипотеза, пан-спермия, сперма оплодотворяющая, теория всеобщего оплодотворения. То есть, жизнь, на самом деле, носится в космосе от планеты к планету. В разных же это гипотеза. Гипотеза симпатичная, но дело в том, что в последние, ну, полвека это уж точно, внимательнейшим образом исследовать все метеориты, которые попадают в руки ученых, а периодически в научной кусок возникает даже жесткующий вопль, уран, вот они, споры. Вот такое споры, понимаете, не споры, а в смысле дискуссия. Нет, я понимаю, я понимаю. А, как, так, так. Вот они споры, вот они бактерии, вот, вот прям метеориты на шею. Ну, и, как правило, через месяц-полтора идет достаточно унывлое самоопровержение, что, ребят, извиняйте, ошиблись, естественное образование. То есть, до сих пор не удалось найти. Дело не в том, что этого теоретически быть не может. Теоретически это как раз может быть. Но вот на практике найти не удается. Может, когда-нибудь и найдут. Что? Специально может такое запустить в камни? Какой-то ради интереса, управляющийся в ядерную бомбу на какой-нибудь городок. Детская шалость по отношению к тому, что вы говорите. Понимаете? Жизнь штука такая, с которой вот такого сорта детские эксперименты игрушечные, гляну, что будет. Проводить категорически нельзя. А любить-то на таких экспериментов неплохо выручить, а проводить. По этой причине все космические аппараты, которые с Земли уходят в космос, с некоторым шансом попасть на другие небесные тела. Что делается со всеми этими аппаратами? Перед запуском они стерилизуются внимательно и шмоком. Чтобы убрать малейшие возможности переноса земных форм жизни, куда бы ты не был. Если вы хотя бы чуть-чуть напряжете мозги, вы можете подумать, почему и зачем так делается. Но сейчас мы о том, на это время тратить не будем. Это уж давайте сами подумайте. Потому что это только в компьютерных играх так весело. Взять и заселить другую планету новенькими формами жизни. Вот если вы это слегка подумаете, можете понять, почему это приведет. Слава Богу, у нас в рамках своей собственной земли таких примеров более чем достаточно. Уже поиграли в Австралию, уже поиграли на островах Тихого океана. Спасибо, знаем. Кстати, в России наигрались. От большого ума несколько десятилетий назад занесли в 3-й сотную красную рыбу, горбушку. Белая рыба. Это семка, она там всегда обитала. Рыба по отношению к горбушу, ну там, я не знаю, в десяток раз более ценная. Что имеем? А горбушь сейчас спокойно вытесняет все. В большинстве конкуренция заместа неиста. А горбушь функциональна, то есть после неиста она умирает. Неистится, заножатся один рождение. В результате каждый сентябрь-октябрь. Неждовые рифы, падающие в Белое море, забиты просто вот такой плотиной, сдохла рыба. Не рискевшись гипну. Ну, кроме того, что людям от волды пить нельзя категорически. Ясно, что это не однородная рыба, понятно? Вот поиграли в веселенькую историю. Взяли и перенесли одни живые существа в мир других живых существ. Получили классные результаты. А вы собираетесь в планету населять, да? Возвращаемся. Пан-всеобщий. А теперь, а какой бы такой прибор называется миксер? Миксер. Вы есть дома, конечно, наверное. Смешивый. Смеситель. Смеситель. Это пан-миксическая популяция, популяция всеобщего перемешивания. Ну и как важно, что такое популяция должно всеобще перемешиваться? Альцгены? А, наследственные. Альцгены. Альцгены. Совершенно верно. Совершенно верно. Определение пан-миксической популяции. Еще раз говорю, это идеальная модель. На самом деле, таких не бывает. Пан-миксическая популяция. Это такая популяция. Такая крупная популяция. Вот здесь уже для расчета на пан-миксис будет, чтобы там были тысячи членов. Тысячи, десятки тысяч. Чем лучше, сотня тысяч. Чем лучше, тем лучше. Такая крупная популяция. Возможность размножения в которой абсолютно равна для всех участников. Очень легко показать, что такого не бывает. По причине вполне таким простым, иным и непонятным. Даже не в том дело, что кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится. Даже не в том дело, что кто-то выгодный партнер, кто-то не выгодный партнер. Дело в значительно более простых вещах. Берем самую простую модель общей со всех. Бактерии. У них-то вроде бы ни про какие нравятся, не нравятся, выгодны, невыгодны, речи быть не может. Значит ли это, что шансы провести половую процесс с любым другим участником популяции у бактерии равны? Нет. А причина простая. Вот у вас сейчас в том, в которой засеянная бактериальная среда, да? Ну здесь развилась колония бактерий. Берем бактерию с этой точкой популяции и с этой точкой популяции. Да? А для сравнения бактерию вот и с этой точкой. Где синенький и беленький крестят рядышком. Скажите, пожалуйста, вероятнее, главой процесс пройдет между синем и белым крестом, либо между этими туннами и белыми крестами? Это между синей и белыми. А почему? Ближе или ближе. Просто расстояние ближе. Любая популяция снимает определенную территорию. Хотя бы и за то, что члены этой популяции просто снимают разное положение. Разное положение в пространстве. Разное. А вот теперь. Дальше самая формировка закона Харди-Вайнер, как мы видим, будет состоять чуть ли не из сплошных ограничений. Вот давайте я записываю. В пан-мексической популяции при отсутствии отбора новых мутаций. Новый мутаций тоже включаем. Новых мутаций. Иммиграция и эйммиграция. Слова эти узнаете? Иммиграция и эйммиграция. Проверк небольшой. Кто может объяснить, чем иммигрант отличается от эйммигранта? А вот тебе и знаете, приехали. А что, только Коля? Ну давайте, Коля. Ну эйммигрант, я называю, от того, кто куда-то из одного... Ну вернее, приехал в определенное место из другого, а не только кто-то уехал из этого места в другом. Именно так. Если я уйду в эйммиграцию, это значит, я из России уеду, там, во Францию, в Австралию, куда-то... Вне. Вне. В таком харде войны это работает. Только в одном случае, если мы считаем, что в эту популяцию никто не приходит в страну, и никто из нее не уходит в нас. Вот это надо заблокировать. Надо заблокировать процесс естественного отбора и происхождение новых мутаций. Вот тогда мы получим интересную штуку. Если мы такую популяцию себе представим, то окажется, что аллейные частоты... Помните, мы вчера считали с вами... Есть 30% везде. Да. Сколько времени прошло, везде 10%. То при выполнении этих условий аллейные частоты останутся постоянными из поколения в поколение. аллейные частоты остаются постоянными из поколения в это поколение. И сколько времени прошло, ситуация не изменится. А это нарушение условий. Харки Бейнберга описывает... Зачем он нужен? Вот сегодня в занятиях поймете, зачем он нужен и какие законы, какие гениальные возможности он дает. Субтитры сделал DimaTorzok.